Салют, братишки и стрелки, вы микрофон и мистер Кей, и я продолжаю играть на сам про-поет. Девятый сервер, это из бомжа ФБР. Мы находимся сейчас в армии Лос-Вентурас. К сожалению, все еще на первом ранге, но это ненадолго. И сейчас нас, точнее наш взвод, строит зам взводного. Я возьму по-быстрому броню себе и пойду на плац, где нас, собственно, и строят. Я надеюсь, что сейчас будет какая-нибудь тренировка, которую я смогу показать. Потому что в армии на первых рангах показывать толком нечего, я так скажу. Так, все, встаем. Два эфрейтора и два рядовых у нас здесь в строю. Посмотрим, что можно будет сделать. Сергей Анищук. Снакомое имя. В армии я нахожусь уже порядка трех дней. Приняли меня во вторник, сегодня пятница. Да, три дня. Сейчас я прочту вам лекцию на тему уставной поведения. Серьезно? Просто лекция? А тренировка? Ну ладно. Подождем, пока он прочитает ле... Пока он пробиндит лекцию. А там будет... Дальше видно. Ну вот, нахожусь я в армии уже три дня. По сути, занимаюсь одним и тем же. Это... Стою либо на сетке, либо на КПП, либо в крайнем редком случае на ангаре. Ну, точнее, на посту ангара. Интереснее всего стоять на КПП. Потому что там можно постреляться, так как бандиты по нему сетки проезжают редко, только если мотовосу гоняют. А там они все-таки приезжают за материалами. Также можно написать братцу, типа, кто прибыл, кто... Ну, кто приехал в армию с выходного. Ну, касательно последнего, вообще никто, кроме меня, это не пишет. Хотя очень зря ты появляешься в рации, твой ник запоминают, и это дает тебе какие-то преимущества и новые знакомства в будущем. Проверено на моем опыте лучше точно. Чем больше вы общаетесь, тем больше вы пишете в рацию, тем больше ваш ник запоминается. К тому же мой ник Fox Mauder и он достаточно легко запоминается. То есть, это не какой-нибудь там... какой-нибудь там... Вот, Альфредо Рамас. То есть, ник довольно сложный и в голове он не будет крутиться. А Fox Mauder, тем более, кто смотрел секретный материал, то сразу поймет, кто это такой. Сейчас бы на мероприятие, кстати, попасть, но... по сути, это мероприятие, это администрация и на него можно попасть. То есть, как бы должно быть разрешено, но я не знаю по факту как. Да и не люблю я эти мероприятия, толком говоря. Они часто бывают уваженными и очень редко интересными. Ну, за это мероприятие не буду говорить, то есть... не пишите в комментариях, что мероприятие клевое, на самом деле. Администратор крутой, а ты идиот. Через... меньше, чем через полчаса будет призыв. То есть, народу прибавится. Посмотрим. Следующее повышение у нас в воскресенье, на котором я буду присутствовать, а потом в среду, не учитывая внеочередные. Но на внеочередные я не хочу работать. То есть, это для таких задротов. А я... У меня мало времени, честно говоря, чтобы играть. Играю по два, по три часа в день. То, что я так быстро набил себе пятнадцатый уровень, это просто какая-то такая цель. А тут цели нет. ты от того, что будешь больше играть, быстрее не повысишься. На этом у меня все. Пишет Сергей. Будет ли тренировка, или мне придется опять бежать на пост и стоять там в небо. Ну, парень работает на отчет. Здесь на 0,9 так по форму побегал. Очень много точнее, во всех фракциях отчеты нужны. Так, сейчас раз стало понятно, не будет тренировки, пойдем на пост. Ну, посмотрим, может быть, будет что-то интересное. Даже не знаю, куда я хочу больше. На КПП? Или на сетку? Альфредо решил нас задержать. Хочешь что-то спросить. Кто-то стреляет. Армия. Нереально скучная армия. в армии. Так, нас отправили на сетку. В армии очень скучно и развеселиться здесь можно только на... по-моему, эта дыра была закрыта, вам не кажется? Перезавеселиться здесь можно только... будучи на посту какого-нибудь взводного, тренера и прочих таких управляющих должностях. Так, заступаю на пост сетку, доклад сделал. Либо на тренировках, то есть либо тренировка, либо управляющая должность. Больше в армии интересного ничего нет. ну, по крайней мере, на армии сам ПРП. То есть играл я на других серверах и где-то больше возможностей было. Хотя и те сервера были больше наклонены на рауплей игру. Да и на своем сервере, когда я его программировал, я старался реализовать армию более такой интересной. То есть какие-то мини-подработки, возможности использование истребителей, танков, то есть тяжелая техника для улучения каких-то. Ну, пытался сделать интереснее, а на самом ПРП это вот еще интересный момент, то что здесь материал бы повозить, но там вроде с Ефрейтора в тот взвод можно попасть и я толком не хочу туда даже идти, потому что там надо тоже на отчет работать, так скажем. Лучше я тихонечко отстаю в своей в армии на посту. Так, едет мотовоз. Вот я в предыдущей серии, кстати, говорил, что мотовозы они катаются все по одному и без сопровождения. Ну, редкое сопровождение бывает, вон там вроде оно готовится к ростке. И говорил, что возможно это из-за нехватки людей, но суть в том, что вот так по одному мотовозы ездят очень много, то есть по ну реально вот так курсируют туда-сюда по 5, по 6 машин одновременно, то есть в ангарах редко мотовозы стоят в такое время, учитывая, что сейчас на работе 26 и еще в выходном 6. и как бы непонятно, почему они ездят по одному. Можно же пускать колонны с сопровождением и не париться насчет байкеров и прочего, то есть вам будет проще доставить хорошее количество. Но здесь почему-то это игнорируется. Ну ладно, не мне решать, потому что ну если бы я был генералом тут либо полковником, в общем, кто мог повлиять на это, то я, конечно, бы другую систему сделал, потому что это полный абсурд, учитывая мой прошлый опыт. ну вот, выехал только что мотовоз, да, и нападение на него сразу. И байкерам вообще халява. если это правило от главных администраторов, которые типа напишите, кстати, в комментариях, если вы играете в 0.9 серии и знаете эту политику. Это правило такое главных администраторов, чтобы байкерам было проще, или это абсурд управления вот. Постреляем. Давайте колеса пробьем. Опа, он заглох, кстати. не знаю, взорвали мы его или нет. Так, он вышел из машины, но машина вроде как не взорвалась. Ну, нет смысла за ним бежать, честно говоря. Ладно, оставим. Вернув фур назад. Ты не сможешь ее вернуть, парень. Она заглохла. Там механик нужен. Но то, что там фура с матами стоит, это тоже не очень. И взрывать ее тоже неправильно. Давайте доклад, кстати, сделаем. Так, состояние попытка угона фуры. Фуры подражена. Состав 2. Пост сетка. Хороший вопрос, когда повышка. Повышение здесь еще проводится такое время, вообще для меня неудобное. То есть, я в это время в любом случае сижу и другими делами занимаюсь. Я сижу в институте и занимаюсь учебой. это между 4 часов и 5 часов в среду. Когда я там сижу с 9 и до 10 вечера. То есть, вообще пипец помню. Надеюсь, вам будет нравиться такая разговорная серия, потому что делать тут вообще нечего. Ну, армия, как сами понимаете. Кстати, на днях тоже такое, скажем, мне сказали, что можно, точнее, мой подписчик сказал, что можно типа в армии дослужиться до там какого-то седьмого вроде ранга и если тебя ФБР одобрит, то можно прям к ним сразу перевестись из армии. Я, будучи игроком 0.1 сервера, вообще про переводы ничего не знаю и про это я, соответственно, тоже слышу в первый раз. Поэтому напишите в комментариях, это правда или нет. Я в любом случае пойду в полицию, но просто хотелось бы ты приехал сюда постоять у сетки? Дружок! Наконец-то. Пошел в фуру садиться, который заглушен. Так, о чем я говорил, я что-то забыл. О чем я говорил. Я что-то реально позабыл, о чем я говорил. Прямо из головы вылетело. Ну, в общем, надеюсь, вы помните, о чем я говорил и сделаете. Я вам попросил там в комментариях написать. лома, 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 Ладно, пропустим еще одну машину и я так чувствую, попрощаемся. Постараюсь все-таки снять вам тренировочку какую-нибудь интересную, но, видимо, уже не сегодня. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал Мистер Кей и удачных вам игр, ребята.